Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача Якутск. Сегодня у микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. Вчера, 12 мая, прошел ежегодный благотворительный показ МОД United Fashion Show в концертном зале Якутск Сити Холл. Но хочется отметить здесь сразу, что это необычное мероприятие, и кому оно было посвящено, и вообще, как оно прошло, расскажут сегодняшние наши гости. Это Шарина Юлия, директор Якутск Сити Холл, и Парядина Сардана, директор модельного агентства ProModels. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашем мероприятии, кому оно было посвящено, и вообще, в целом, как оно у вас прошло? Так, я начну, наверное, да? Меня зовут Сардана, я являюсь организатором благотворительного показа United Fashion Show уже на протяжении пяти лет. И миссия, и идея, философия данного показа заключается в том, чтобы помогать нуждающимся детям в лечении. Но это не только. Этим проектом мы, как сказать, выполняем несколько задач сразу. Первое, конечно же, самое главное, это помощь деткам. Пять лет подряд мы помогаем именно... Вообще, почему детям? Идея была в том, что у нас есть дефис «Дети помогают детям». У меня есть своя модельная школа, которая работает тоже на протяжении пяти лет, и те навыки, чему они обучаются в модельной школе, это не только про внешние данные, это не основы дефиле только, да, грации и так далее. Мы и развиваем внутреннюю составляющую ребёнка. Это, в первую очередь, уверенность, работаем с их психологией и так далее. И те навыки, которые они приобретают в школе, на практике они показывают на показе. То есть сами помощники, участники данного благотворительного показа являются дети. В этом и есть миссия «Дети помогают детям». Третья составляющая, какую вообще миссию мы несем, это развиваем именно якутскую национальную одежду с современными элементами, чтобы не забывать про наши традиции и нести нашу этнику в массы, чтобы молодёжь не забывала про свой национальный код и надевала нашу якутскую традиционную одежду не только во время сэха, допустим, да, или каких-то определённых праздников, а чтобы это превратилось в привычку, чтобы мы в офис одевали какие-то, допустим, блузочки с нашим якутским колоритом. И всё-таки во всём округе дальневосточном именно наша республика является той самой нацией, которая не забывает про свой язык, про свой культурный код, про свои традиции и особенно про одежду. Одежда есть наше лицо, можно так сказать. Поэтому здесь мы решаем три задачи. Это помощь ребёнку, развитие модной индустрии, касаемо не только моделей, но и визажистов, стилистов, фотографов и так далее. И третий – развиваем новые имена в индустрии дизайнеров и продвигаем традиции через одежду. Ежегодный благотворительный концерт в этом году, он с целью кому помочь был организован? В этом году мы собирали на лечение, чтобы маленькой девочке Виктории Слепцовой, ей всего лишь 4 годика. На самом деле очень много нуждающихся детей, но таков был выбор, потому что у нас Вика самая маленькая, 4 годика. Ну и выбор пал на ребёнка данного, потому что она самая маленькая. На самом деле выбирать это очень сложно, детей нуждающихся очень много, но всем не поможешь. Либо мы постарались бы помочь всем по чуть-чуть, либо одному конкретно, и решили выбрать второй вариант. Ну и в целом, как прошло мероприятие, насколько люди активно присутствовали, и чьи модели, чья одежда демонстрировалась на этом показе? Ну в первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность Якутс Сити Холл, нашему генеральному партнёру, потому что такие проекты поддерживают не все. Сразу честно скажу, откроем завесу тайны. За 5 лет вообще организация таких мероприятий, честно скажу, имён называть не будем, да, очень много отказов было. И мне кажется, вот поэтому везде я говорю, что в первую очередь это благодарность концертному залу Якутс Сити Холл, в частности в лице генерального директора Шариной Юлии, потому что как только я ей рассказала об этом проекте, она сразу сказала да. И всё, что касается, вот цитирую, да, всё, что касаемо детей, мы всегда да, за и так далее. И меня удивляет вот такая большая скромность Юлии, того, как я всегда говорю, давайте мы снимем какое-то интервью своё, давайте мы это выложим и так далее. И это действительно та организация в лице Юлии очень скромного и действительно очень доброго человека с большим сердцем. Ну и вы с большим сердцем, конечно. В первую очередь. Вот, и без концертного зала Якутс Сити Холл ничего бы не было. Вот, мы, потому что во многие двери до этого стучали-стучались и как-то, ну, видимо, неубедительно стучались, да. Вот, и участвовали вообще, участвовали у нас дизайнеры и бренды одежды, которые неравнодушны и поддержали нас. Мы предлагали многим. Были и отказы, а некоторые просто сидели и ждали приглашения. В этом мы немножко сейчас щупаем друг друга в индустрии, потому что это впервые и, ну, на протяжении пяти лет это считается, ну, недавно происходит. И люди вот как-то щупаем друг друга, присматриваются. Ну, вот, пятый юбилейный у нас прошёл очень хорошо. Поздравляю. Точное количество человек, сколько пришло, я не знаю, потому что у нас два генеральных партнёра. В первую очередь это концертный зала Якутс Сити Холл и приложение Мост. Вот, обязательно про них надо сказать. Они у нас отвечают за билеты и за посещаемость и за финансовую часть. Полностью всё это на них. Вот, то есть я как организатор вот тут побегать, здесь побегать, тут собрать. Голова лишний раз не болит. Да, чтобы, да, мы вот так договорились. И все билеты строго через их фонд. У приложения Мост, они мало того, что являются топ-1 приложением в Якутии, они ещё занимаются благотворительной деятельностью тоже. У них есть свой фонд. И мы решили сделать так, что всё будет через их фонд, и все вырученные средства от покупки билетов, они будут перечислены с фонда МОСТа на расчётный счёт адресной помощи Виктории Слепцовой. То есть Вика Слепцова у нас ребёночек, она к фонду никакому не принадлежит, и адресная помощь сразу будет прямая. И после интервью мы сразу поедем в МОСТ и будем всё думать, считать и так далее. Молодцы, Сардан, прям сижу и не нарадуюсь. Такая молодёжь у нас растёт и просто гордость берёт. Спасибо. Юлия, к вам вопрос. Когда, как начиналась подготовка? Может, с какими-то там проблемами вы сталкивались? Или уже всё собрано, организовано? Пошли вперёд. Ой, сложно сказать. Здравствуйте ещё раз. Меня зовут Юлия. Я представляю концертный зал, и очень приятно. Столько мне всего наговорили. Хотя, конечно же, это не только мне, это нашей всей команде, которая... Я же не просто так тоже говорю, да, я знаю, что моя команда, она точно скажет да, потому что мы тоже все за такие идеи, мы вообще открыты к сотрудничеству, мы за социальные проекты. Мы же не зря Якутский холл. Если у нас Якутский есть в городе, мы уже должны быть каким-то таким городским, общим проектом. И организация в основном была на Сардане Порядине, на Pro Models, их режиссёры, потому что мы... Я в модельном, например, вообще не разбираюсь. И вот поиск моделей, там вот эти бренды... Мы особо там не участвовали. Мы как бы и не умеем. Мы там и ненужные, мне кажется, были. Ужасывали, участвовали. Они очень помогали. Ну, по технической части, по организационной, чтобы вот там время, монтаж там. Ну, там музыка, свет, всё остальное. Это же побольше. Я вставлю на него. Звук сверху. Я хотела бы вот про команду Якутский холл сказать, они как одна семья там. И даже вот когда я пришла, супер боялась такая. Прихожу я, и они там, мы вам то, мы тут это. Они советовали по звуку, по свету. Вообще это очень важно. Мы творческие же люди. Я особо не разбираюсь в технических вещах, как звук, свет. Я только недавно поняла, что такое пушкари. Это то, что вот светит. У нас до этого было вот просто так. Ну, свет стандартный такой, школьный, да, вот обычный. А там Александр, он у себя говорит, надо так, надо туф, туф, туф. И благодаря общими усилиями, мы просто вот, каждый, в чем силен, внес свой вклад. Ну, это командная работа вообще. И получилось вот так вот. Вот мы такие творческие там, да? А тут технические. И мы такие, ааа. И сделали вот, ну, классный прям супер-шоу. Вот. Это классно. Нам же еще много артистов помогло. Отозвалось бесплатно. Выступить у нас очень много. И вообще огромная благодарность. Так красиво все круто получилось. И все нашли время. Ведущие, певцы, танцевальный коллектив. Все на благотворительной основе. Да. Есть чем гордиться, есть кем гордиться в этой жизни. Такое у нас общество, оказывается. Ну, в целом, есть понятие того, что да, получилось. Да, абсолютно. Абсолютно. Вчера был. У меня пока с госой знания. Я пока еще не... Где здесь камера? Я, если что, не спала. Вот. И... Конечно, такое мероприятие. Скорее всего, такое, это приходит, наверное, через дня два-три. Потому что мы сейчас еще не закончили с другими вопросами организационными. Там, что закрыть, что-то сделать. И после этого, наверное, будет, наконец-то... Ну, пятое мероприятие. Пятый год. Почему именно вот это вот направление и благотворительность? Ну, у меня вообще само сердце были по детям. Да? И у нас детишки тоже занимаются с особенностями. Вы их берете в ProModels, с ними проводите уроки. Молодцы какие. У нас вообще занимаются дети с четырех лет. И с четырех лет еще. И вот вчера был этот... Это самое вот... Пять лет подряд самая умилительная часть United Fashion Show это показ супермаленьких малышей четырех лет. Мы немножко путаем право, лево. Ну, ничего. Бывает. Им можно. А они такие так ходят. Такие. Они вчера вообще зажили. Гладенькие. Сечками. Они позируют. Там у них перед ними софиты, вспышки. Там люди же взрослые обычно теряются. Они ходят. Вот мы видели, как Сандана с ними занимается на репетициях. У меня поэтому если что голос сел, потому что... Профессионал. Дети. Ну, лево-право кричать, да, конечно. Нет, там целое искусство. У нас там подбородок, осанка. Вообще классно. Дети мешают. Мне, знаете, что еще понравилось? То, что это, помимо этого, это продвижение семейных ценностей. Приходят семьи детей. В основном зрители, давайте тоже вот врать не будем, в основном зрители, это 50% это родители, родственники наших малышей, наших учеников. Там бабушки, девушки, тети, дяди. Поддержка. И я хочу вообще выразить огромную благодарность семьям, которые поддерживают детей. Они прямо волонтерами приходят помогать нам, когда у нас не хватает рук. Это же все на безвозмездной основе. И бывает всегда не хватает где-то стилистов, визажистов, и мамы такие, можно помогайками? И они же знают на лицо, мы там как одна семья все. И тоже помогают. Но самое умилительное было, как отцы вчера своим маленьким девочкам 4-5 лет дарили букеты. Самый трогательный момент на это. Отцы вообще у нас очень, у нас обычно же бывает в школах, когда мамочки в основном там супер-мега-активные. А у нас отцы, они очень активное участие принимают. Вчера в 10 утра уже отцы приходили в стулья там таскать. Какие все молодцы. Так это вообще получается. Только мама на тебе регистрации получает. Одно комьюнити вообще целое, все классное. Самое главное, что в этом все соглашаются, все отзываются, приходят, помогают. И родители. Все от сердца, то есть мы никого не заставляем там, ну немножко такие маленькие манипуляции. Завтра некому стулья ставим. Сардана Геннадьевна одна идет. А, типа, ну и все равно как бы так все вместе все делаем. У нас родители, вообще любовь с родителями. Обязательно надо передать это через прямой эфир. Молодцы. Да, большая семья получается, и дети, и мамы, и папы, и бабушки, дедушки в целом. Но вот для Якутска Сити Холл это вот первый опыт. Я вообще, да, вот хочу отметить, да, это наше первое мероприятие на благотворительной основе, на социальной, и мы поэтому очень рады. Мы вот наконец-то запустились, потому что если бы сами планировали, мы бы вообще просто не успели. Нас пока очень мало, и когда Сардана предложила нам, это было почти месяц назад, то есть не так давно, да, я уже тоже во времени теряюсь одними. ну да, сейчас вам нужно выдохнуть я сейчас. Выдохнуть. На суета. Поэтому мы очень рады, что вот мы так объединились в свои усилия, да, и организовали такое мероприятие, помогли человеку. Это на самом деле очень круто. Основать, что... Помогли маленькой девочке, которая ждёт, правда, этой помощи. Это большое дело. Большое дело, на самом деле, да, и приятно, что вот мы стали такой частью. Мы собираемся в дальнейшем такое же всё организовывать, тоже. Нам обязательно надо все социальные проекты поддерживать новых талантов, новых артистов. У нас их много, но им обычно негде выступать, или там концерты планировать тоже негде, допустим, у нас. А вот в Якутске сити-холл у вас команда, я так поняла, что они все такие вот молодые, все такие активные. Ну, все по-разному вообще. Очень такой разношеростный состав, наверное. Все на своём месте. Энергетика одна такая. Энергетика, да. Энергетика одна, да. Все активные, всех миллион идей и вообще, и вот каждый реально на своём месте как-то. А по организации прям всего хватило, и стулья, и стулья хватило, и света хватило, музыки хватило, всего хватило, зрителей хватило. Ну, да. Я хочу честно сказать, опять-таки, если тайн, у нас было очень много, ну, в предыдущих годах у нас было очень много ошибок по звуку, по свету вообще. А в этом году у нас всё вообще вот так пришло. Ну, вот звук идеальный, свет идеальный, техническая часть была идеальная. И это всё равно говорит о организационной части, технической, я говорю, сити холл, да. А в предыдущие годы у нас немножко там, мы сами разбираемся по свету, по звуку, поэтому как бы были недочеты. И мы наконец-то ушли, и в этом году получилось идеально. Вообще идеально. Ну, якутийский психолог, генеральный партнёр звук и свет компания, может быть, слышали, поэтому вот мы за них даже не сомневаемся, они бы большие профессионалы. И она так поняла, что сейчас вот эта вот дружба, которая у вас между вами зародилась, она уже на долгие годы у вас будет. Да, пожалуйста. Пожалуйста, Юлия. У нас ещё очень много идей, но это через неделю я хотела сказать. Можно уже начинать тогда. Хорошо. Девочка, Вика Слепцова. Вика Слепцова. Четыре годика. Я четыре годика, у неё такой вот страшный диагноз. У неё ДЦП, и там очень такие прям, я вот немножко не помню, да, прям полный диагноз там. Всё понятно. И сейчас мы разговаривали с мамой, мы с мамой были почти там каждый день на связи, день через день, и они собирают сбор на реабилитационный центр в Харбине. Вот. И прямо мы вот всё считали, как будет, и так далее. Ну, мы связь держим. Сейчас самое главное нам по билетам там всё рассчитаться, ну, технические вещи всё обсудить, и уже сразу на прямую передать маме. А вы эту девочку как-то, они как-то на вас вышли, или вы её сами определили? Я сама нашла вот среди объявлений, прям, вот бывают у нас классические объявления на улицах, такие вот по этим штукам. Вообще было бы хорошо у нас в Якутии создать какую-то общую базу, где будут все дети, которые нуждаются в помощи. Есть очень такой интересный сайт, помощь ветеранам называется, и там прямо все ветераны России, которые нуждаются там кому-то купить сковородку, кому-то купить ванную, ну, прям вот так вот. И люди сами со всей России, они помогают так, донатами. И вот классно было бы создать в Якутии такую платформу, где будут все дети, и любой человек, вне зависимости от мероприятий и не мероприятий, может понять, кому он может помочь с чем-то. Да, кстати. Кому-то купить костыли, кому-то, вот, например, там фамилия и имя ребёнка, допустим, сбор на костыли. Такая-то сумма осталась только-то. Прикольно. Ну, прикольно в плане, понятно, куда отправить, и человек может сразу там по быстрым платежам сделать. Я подумала, вот, можно связаться, если есть неравнодушные программисты и айтишники, я пользуюсь случаем, свяжитесь, пожалуйста, со мной, давайте создадим классную платформу, и мы потом среди блогеров и пабликов вас прорекламируем как классного программиста. я знаю всегда, это рыночные отношения, и когда кто-то помогает, кто-то кому-то что-то даёт взамен. Вот. Ну, сразу, да? И классно было бы создать такую платформу, потому что мы очень долго искали, кому помочь, вот так вот, да? Тут как-то, здесь как-то, и потом, ну, потом случилось то, что случилось, вот выбрали веку, и всё. А если была такая платформа, это было бы супер, ну, меньше времени бы на это ушло, потому что у нас это ежегодно. Если мы идём так, что мы помогаем ребёнку, мы помогаем ребёнку, всё, и сразу начали, вот, кому нужно, кому как, тра-та-та, и так далее. А наши дизайнеры, бренды, вот эти вот одежды, они вообще спокойно тоже отзываются? Они с радостью. Молодцы. Да. Потому что это суперплощадка для них тоже, для имиджевой рекламы. Потому что у нас показаны проводят, да. Это вот единственный практически, да, такой вот масштабный проект? Где собираются прям все бренды топовые, все дизайнеры именитые, вот, собираются и так далее. Но мы тоже такой внутренний кассинг делали среди дизайнеров, вот, и сами прям вот приглашали. Вот я смотрела, ага, ваше мероприятие, там, у знакомых в социальных сетях и в сетях, и смотрела, и думала, надо было мне пойти. Я на следующее мероприятие обязательно приду. Спасибо большое, наш эфир подходит к концу. Желаю вам только успехов, и надеюсь, когда-нибудь мы еще в этой жизни перетечемся. Спасибо. Можете отслеживать мероприятие на мост, рекламируем в наших социальных сетях, у нас куча мероприятий, все разные, концерты, форумы, выставки, что хотите. Спасибо большое за эфир. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. 15-го вчера медсестры всего мира отметили свой профессиональный праздник. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году. Но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. У нас в гостях старшая медицинская сестра нейрохирургического отделения РП-2 Центра экстренной медицинской помощи Марьяна Валерьевна Корякина. Здравствуйте, Марьяна Валерьевна. От всей души поздравляю вас с прошедшим праздником. И расскажите, пожалуйста, о своей работе, потому что это все-таки нейрохирургическое отделение РП-2 Центра экстренной медицинской помощи. Не все так просто. Наше отделение находится на пятом этаже в РП-2 Центре экстренной медицинской помощи. 40 коек на 40 коек у нас. У нас имеется два поста. Значит, в день у нас работают две постовые медсестры, две санитарочки и обязательно без выходных и без праздничных дней у нас работает и процедурная и перевязочная медсестра. Ну, да, в этой сфере вообще выходных дней, праздничных дней. Да. На 40 коек и у нас очень тяжелые отделения, очень тяжелые пациенты. Это пациенты с черепно-мозговыми травмами, заболеваниями головного мозга, заболеваниями спинного мозга, с травмами спинного мозга. И онкологические заболевания тоже у нас находятся, тоже с онкологическими заболеваниями как и спинного, так и головного мозга. Поэтому, конечно, у нас отделение тяжелое. Вот говорят, что самое тяжелое отделение по здравоохранению, это то есть тяжелые пациенты, это пациенты в реанимации. Но вот если сравнить, то после реанимации идут тяжелые пациенты именно в нейрохирургическом отделении. Потому что у нас, в отличие от реанимации, просто пациенты дышат сами, без вентиляции искусственной. Поэтому у нас очень тяжелое. А вы сами в этой сфере уже сколько лет? Ну, медицинский колледж я закончила в 93-м году. В самые тяжелые годы прям, да? тяжелые 90-е. И вот с тех пор у вас прям одна единственная запись вашей медицинской трудовой? Ну, начинала я с патологий новорожденных, вот, там вот с ребятишками, с маленькими, потом работала в палеотивном отделении, вот, и с 99-го года работаю в нейрохирургическом отделении. А с 2010-го года старшая медсестра. Ну, с 99-го, если взять, это уже сколько у вас там прям в нейрохирургическом отделении? Больше 20 лет? Да. И каждый день, конечно, он совсем не похож на предыдущий. Конечно. Всё по-разному. Пациенты, вроде бы, заболевания одни и те же, а пациенты-то разные. Одинаковых пациентов не бывает. Ну, мне кажется, что это, прямо вообще самая наитяжелейшая работа, самая ответственная работа там. Ну, у нас работают медсёстры очень со стойким характером. Это же устойчивость, это внимание, и в основном у нас в отделении работают профессиональные медсёстры, они умеют всё. У нас же лежат пациенты из зондового кормления, мочевые катетеры, трахеостомические трубки. У нас постовая медсестра всё это умеет. Всем этим владеет. Это и подключичные катетеры, и периферички, различные внутривенные переливания, это и подача кислорода у нас сейчас вот в отделении. Есть палата кислородная, там вот лежат. Столько незнакомых, и дай бог мне их тоже и не знать в этой жизни. А медицинский персонал, я когда в больницах было время, лежала, я всегда понимала, что самые близкие к больным, это только медицинские сёстры, это санитары, врачи, да, они приходят, начать лечение, всё. по душе, вот так вот, чтобы там какие-то вопросы решить, насущные проблемы, да, каждодневные пациентов, это вот прям медсёстры. Конечно, пациент, большее время, которое находится у нас в стационаре, большее время он общается, конечно, с медсестрой и с младшим медперсоналом. Он ей обо всём рассказывает. И о жизни. И о жизни, о всём рассказывают, делятся, и медсестра же она за всем этим наблюдает и она устраивает в себе индивидуальный подход к каждому пациенту. Одинаково же ко всем пациентам подхода нету, ко всем пациентам разный подход. Это так пациента настроить на выздоровление, на улучшение, что с тобой всё будет хорошо. И вот это вот поднимать дух у пациента. Это всё входит в обязанности постовой медсестры. И вот то, что мы сейчас говорили к каждому пациенту индивидуальный подход, это же ещё не просто по здоровью. Это действительно ещё и здоровье внутреннее состояние пациента, чтобы его стабилизировать. Потому что нейрохирургическое отделение, я считаю, что это тоже одно из тяжёлых таких вот отделений медицинских учреждений. Да. Вот у нас медсёстры владеют этим. Они сразу же сосредотачиваются, как к этому пациенту подойти, как с ним разговаривать. Как вы сказали ранее, разные пациенты бывают, может и не подпустить. медсёстры. Всякое есть. Бывают и не подпускают, ругаются. Бывают, наоборот, требуют большего внимания, постоянно хотят, чтобы она, медсестра, около него находилась постоянно. ещё такие случаи, Есть такие случаи, много таких случаев. Просто пациенты, они же думают, вот медсестра прошла, таблеточки положила и ушла. А ведь медсестра, когда зашла в палату, она же включает всё. Она всех пациентов осмотрит, она всё слышит, она всё видит. А тогда вообще какими качествами должен в вашем случае медицинская сестра? Мне кажется, тут ещё какая-то внутренняя стойкость характера. Стойкий характер. И вот имея такой стойкий характер, у нас медсёстры очень быстро в себе вырабатывают эти личные качества. Со времен это внимательность, оперативность, это резкая реакция на всё, на различные ситуации, это активность, ответственность. Какой-то ещё душевный иммунитет, наверное, какой-то, да, чтобы не дать слабинку, идти делать своё дело. Да, у нас медсёстры все, ну, у нас в основном в отделении работают профессиональные медсёстры, таковой текучки медперсонала у нас нет. Профессионалы. У нас работают уже стаж у некоторых медсестёр за 30, за 40 лет в нашем отделении. И они профессионалы. Но у нас приходят студенты, медсёстры делятся своим шикарным опытом. И медсёстры, извиняюсь, студенты от нас уходят очень довольные и владеют очень многими манипуляциями, выходя из нашего отделения. И некоторые студенты говорят, что даже по окончании учебных заведений они придут к нам работать. Это вот ещё и опыт, да? Передают опыт, большой опыт. Есть много приходили студенты, вот сейчас у нас прошёл практику, два раза у нас понравилось ему, и он решил стать нейрохирургом, поступать на врача. А ещё и дальше решил идти? Да, я буду нейрохирургом. Есть медсёстры, которые отработали у нас, допустим, год-два и поступают в мединститут, учатся. Есть у нас и младший медперсонал, которые в отделении отработали 5 лет, 6 лет, и потом поступают, учатся сейчас у нас в данное время на медсестру. Так вы ещё и белит в жизни им дарите участие? и вот ждём их потом к себе на работу. Это уже подготавленные кадры. А вот, допустим, медсестра решила к вам прийти. Вы там определённые в нейрохирургии, какие-то нужные критерии или какие-то тестовые проходят, да, у вас? В основном собеседование. Ну, всему тому, что нужно в нейрохирургии, они уже этому учатся у себя в образовательном учреждении. Да, ну, оценивать, конечно, так сразу же в человеке не оценишь за один раз с ним разговоры. Это уже потом во время работы вот уже наблюдаешь, как у неё пошло. Схватывает она вот это вот всё. У нас же очень диагностика большая в отделении. Это больных возят на МРТ, на КТ, на рентгены, на УЗИ, на ФГДС, на всё возят. И нагрузка большая, а за это время надо успеть, всё успеть. и назначение врача проверить, и кормление зондовых пациентов каждые два часа. У нас идёт профилактика пролежней, это повороты каждые два часа. Вот, это заполнить всю документацию, это раздать лекарства, плюс ещё понаблюдать за всеми, кто как себя ведёт, потому что пациенты с черепно-мозговыми травмами необычные пациенты. Они же имеют немножко странности, поэтому тут очень большой контроль, очень большая внимательность и очень большая ответственность. И примерно тогда рассчитаем, так, если у вас там 40 койков, как вы сказали ранее, за смену сколько медсестёр стоит на посту? На посту на 40 койков две медсестры. И за всеми, не дай бог, там, конечно, чтобы койки были полные, и прям две медсестры, они тщательно за всеми вот. включая младший медперсонал, и вот они у нас ведут вот такую работу сутки. Две медсестра и санитарка на 20 койки, медсестра и санитарка на 20 койки. Но у нас в последнее время 20-40 койков у нас редко встречается, в основном у нас 46-44-43, потому что к нам же в отделение поступают пациенты со всей республики, мы же еще работаем санавиацией, и поэтому борты с районов республики к нам привозят еще тяжелых пациентов. Это значит даже не 40 коек, это еще и даже не меньше, это больше. Да, у нас очень большое отделение, если вот так смотреть. ввиду того, что в дневное время перевязочная и процедурная медсестра не выполняет все свои обязанности. Перевязочная медсестра это перевязки делает всем, процедурная медсестра анализы берет, внутривенные вливания делает, вот, и, ну, а на постовую медсестру это вот, ну, все равно это основной уход за пациентом, это же и есть результат потом, это же самое первое, это четкое и грамотное выполнение врачей, назначение врача. Да, самое главное. Да, медсестра должна сразу тут же выполнить качественно назначение врача. А вы, как старшая медицинская сестра, за всем этим прям так следите, четко контролируете, смотрите, а бывает, что такие ситуации, что вот где-то маленькая медсестра там, ну, ошиблась? Ну, жизненные такие ситуации все равно. Таких вот прям чтобы нет. В нейрофирургии нет. Ну, вы, как саша медсестра, за всем контролируете, все смотрите, за всем следите. Стараемся, стараемся. Каждое утро у нас же идет обход отделения, вот, каждое утро у нас идет конференция с врачами, медсестрами. Медсестры докладывают врачам о всем, что они видели, что они слышали, как пациент. Есть даже такое, что вот какой-то он не такой, вот вчера там так-то себя вел, а вот ночью он как-то вот так. Все досконально до малейших изменений, все докладывается. Глаза и руки, и ноги врачей. Да, медсестра, это не только правая рука врача, это и глаза, и уши, это все врача. Как она доложит врачу, это же вот и идет коррекция лечения уже, назначений. Вы никогда не было у вас такого сожаления, зачем я выбрала эту профессию? Нет, никогда. Вот я вообще сама не с медицинской семьи, у нас нет медиков. Вы первая. Да, но почему-то вот мама моя говорит, когда я родилась, вот я уже была маленькой, меня возможно было успокоить, когда я плакала только шприцом. Вот интересно. Да, тогда, говорит, все удивлялись, почему. Даже она, говорит, три-четыре года, говорит, вот шприц, вода и мягкая игрушка, все. И тогда уже Марьяны не видно, не слышно, она занята, и все, только, говорит, вешали мишку, чтобы вода отстекала, другого мишку уложили. У нас вот в гостях тоже был, смотрите, как интересно, Николай Соболь, герой России, и папа его рассказывает там. Он тоже беспокойный такой, был в младенчестве, и папа его рассказывает, Сергей Владимирович, что жена ему говорит, поднеси, говорит, его к картине с гранатой. И он, представляете, говорит, к картине с гранатой, подвожу его, он смотрит на нее и успокаивается. И вот точно так же сейчас, смотрите, какая жизненная история вам дают шприц. Поэтому мама, когда мы ездили на какие-то мероприятия, когда я была, это же вот, на Лену летом, она говорит, мы всегда брали с собой шприц. чтобы вас успокоить. Да, и она говорит, это спокойствие, ты сидишь с этой водичкой, никуда не бегаешь, ничего. Вот оно и вышло. А школу закончили, когда уже заканчивали, вы уже понимали, что вы пойдете на медицинский, на медсестру? Именно медсестра. Именно, даже не врач? Нет. Не медсестра? Нет, я и в данное время, я врач, нет. Это такой тяжелый. Ну, у вас не менее тяжелый. Не менее, но на врача нет. Нет, врачом никогда именно медсестра. А кто-то уже после вас, может, пошел по этой линии? Нет. Вы на единственное, в роду, получается. Пока что нет. Может быть, младший, на него надежда, может быть, он пойдет. Младший сын. Младший сын. Да, потому что сейчас я очень заметила медбратья, да, их называют они, вот, их очень много. Когда я лежала в РБ, один, я не помню, там, в Сапе. Медцентр? Нет, не в медцентре. И там прям видела медбратья. Но они там, да, мужские руки тоже нужны, да? Очень. У нас же повороты каждые два часа, а пациенты у нас есть, которые весят не по 40 килограмм, и не по 60, а есть по 100. И вот эти вот пролежни, да? Да, это профилактика пролежни. Конечно, у нас сейчас в больнице мы всем оснащены, у нас и повязки есть, и в тиране у нас, комфорный спирт, все всякие есть, и противопролежневые матрасы у нас все есть, и памперсы. Так вот, расходным материалом мы, конечно, сейчас в данное время обеспечены. То, что санкции, они там даже и не сказались, Нет. Все свое есть отечественное. у нас все есть, и все равно, но его же надо поворачивать каждые два часа. Это вот, конечно, когда вот медбратья, это большая подмога, очень большая. Вот сильные руки, Сильные руки. Это же вот возим на обследование, это же переложить надо с кровати на каталку. Да, с каталки на кровать. Это вот сейчас у нас, вот хорошо у нас в больнице сейчас и МРТ, и КТ. У нас все, все доступно вот сейчас. А раньше, в 90-е годы, когда мы работали, МРТ аппарат был только в медцентре. И вот так вы доставляли своих пациентов. Я вам от всей души желаю успехов в вашей нелегкой работе. Пусть всегда будет день ясным, небо чистое, и поменьше пациентов, поменьше коек занятых. Всего вам наилучшего. И мы прощаемся с нашими дорогими телезрителями, радиослушателями. Редактор субтитров А.Семкин